Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Ниндзи Легенды. Играем мы сегодня составами от подписчиков в испытании Живите Долго Играечи. В этом испытании 8 эпизодов и первым написал под прошлым видео, это подписчик с ником Фрути Скетла. Попросил он взять для этого испытания кроликов. Давайте-ка я их сразу же активирую. Рокстаги кролика, Бибопа кролика. И так у нас начинается какой-то кролячий состав. Вот скорее всего дальше будет Усаги и Зимба. Да, вот угадал я. Подписчик попросил, чтобы я взял Усаги и Зимба. Давайте-ка найдем еще и этого кролика. Ну что ж, полный состав кроликов этой игры. Вот, подписчик так и написал состав, называется Кролики. И попросил, чтобы я его взял и передал привет. Итак, большущий привет подписчику с ником Фрути Скетла. И мы идем с вами дальше. Итак, друзья, первый эпизод этого испытания. Вот, встречают нас Низи. И кролики, сразу же трансформировавшись в колесо, наносят очень мощный удар. Без проблем сметают первого в рыцаря. Дальше Усаги и Зимба прокачивают дополнительную защиту, плюс контратака. И одна из лучших способностей в игре. Вместе с Микеланджело мультяшным уклонением, я считаю, это лучшая двоечка. Ну что ж, супер. Итак, продолжаем битву. И Бибаб Кролик достает гранатомет морковку, добивая очередного рыцаря. Дальше Рокстеди Кролик забрасывает уже последнего врага кучей гранат, замаскированных под игрушки. Ну и вот победа. Первая волна уничтожена. Переходим ко второй, где нас встречает целая куча склетов рыцарей. И для этого мы используем особый трюк. Наши кролики трансформируются в огромного робота-трансформера, наносят сокрушительный удар и без проблем сметают вторую волну. Вы видели? Только черепки подвесли в воздухе. Это было здорово, круто. А мы переходим к третьей волне. Итак, Рокстан, Микеланджело, Ролевой и Пиццелиций. Вот я не думаю, что наши герои дадут им шанс, потому что Усаги и Зимба приходят в ярость. Доставает свою катану, наносит очный мощный удар, отправляя человека-гриба на перерождение. Дальше наши герои угощают попкорном Бибоб кролик, усиливая способности нашего отряда неплохо. А Рокстаги кролик пытается забодать очередного человека-гриба. Итак, очень мощный удар, и что же? И человек-гриб уничтожен. Вот и осталось только нанести допивающий удар, что и делает кролики. Трансформируется в плазменную установку, наносят удар вот таким вот, то ли лазерным, то ли плазменным лучом, тем не менее он уничтожает врага, нанося массовый урон. Что ж, победа, отличнейший бой, отличнейшая команда, и мы идем дальше. И да, наша награда это ДНК Паукуса. Вот чудесно. Итак, второй эпизод, следующая команда от подписчиков, и это Алексей Гриценко. Ага, перед этим подписчиком еще попросил, чтобы я передал привет Роману Болгучеву. Дружище Большущий Черепаший привет. Ну а сейчас команда от Алексея Гриценко. Состав все черепашки классический, и Шредер классический. Что ж, хороший выбор. Хороший выбор. Итак, Раф классический. Ищу остальных черепашек, где они попрятались. Классический. Лео классический. Микеланджело классический. Донни классический. И нам нужен еще Шредер. Вот, супер Шредера нашел. Шредер из мультика нашел. А классического Шредера тоже нашел. Супер. Ну что ж, вперед. Итак, давайте-ка сразимся и посмотрим, насколько будут хороши наши классические черепашки. Итак, Микеланджело первым делом прокачивает атаку для всего нашего отряда. Теперь наши герои смогут наносить более серьезные повреждения врагам. Плюс еще Шредер классический усиливает наш состав. И у нас появилась целая куча бафов, положительных эффектов. А вот сейчас уже начнем битву. Итак, удар катанами сверху наносит Лео. Классический. Выбивая без проблем человека гриба. Остальных рыцарей просто смывает раф. Вот так разрубая водную колонку, струей воды он просто сметает этих рыцарей. Ого! А теперь очень необычный состав. Белканоиды, терминатор, таракан и плюс рыцарь. Вот, начнем бой. Достает телепортационную пушку Донни классический. Уничтожая перкового белканоида. Дальше наносит удар Микеланджело со скейта. Вот, неплохо бьет нучаками. Отлично добивая очередного врага. А остальных пусть уничтожит Шредер классический. Призывая помощь из иного измерения, он без проблем сметает оставшихся врагов. А мы переходим к третьей волне. Итак, третья волна. Целая куча врагов. Джастин вижу, инопланетянин. Лео ролевой. Плюс еще Керби Мыш, ну и Человек Гриб. Вот, попробуем выбить вот врагов. Метает фута об Человека Гриба. И взаимое уничтожение идет. Ну что ж, неплохо справился Лео классический. Тем временем, Раф угощает нашу команду пиццей. Вот, тем самым подлечивая, усиливая наш отряд. И давайте-ка попытаемся добить врага. И для этого мы используем кофейную машину Дони классического. Взлетая как ракета, она наносит массовый урон. Без проблем сметая и уничтожая оставшихся врагов. Что ж, это было здорово. Отличнейший бой. Отличнейшая команда. Благодарю подписчика за этот состав. Получаем награду ДНК Пиццелицева. И переходим к следующему эпизоду. А следующая команда у нас от подписчика с ником Орек Гониджаен. Вот, прошу прощения, латиницей написано. Вот, фамилию просто очень трудно разобрать. Орек это точно. А фамилия Гониджаен. Ну, как-то вот так. Итак, попросил Орек, чтобы я взял состав Острозуб. Вот, давайте-ка найдем этого. Монстра. Орек, пожалуйста, если будешь писать составы, напиши, как по-русски точно прочитать фамилию. Не хочу коверкать твою фамилию, чтобы ты не обижался. Итак, давайте-ка я поищу Острозуба. Вот, отвлекся немножко и пропустил где-то Острозуба. Вот, насколько я помню, он находился где-то посерединке. Вот он. Ну, наконец-то. Леонардо из мультика. Это уже легче. Я его точно знаю, где он находится. Отлично. Дальше. Леонардо космический. Здорово. Рафи Дени и Донателло ролевой. Рафи Дени у нас находится где-то в начале списка. Отлично. И Дони ролевой, он же Дони волшебников. Есть. Итак, команда от подписчика с ником Rx собрана. И мы идем с вами в атаку. Вот, кстати, очень получился необычный, прикольный и забавный состав. 4С, Черепашки и Острозуб. И в начале боя, благодаря особой способности Лео Космического, удается прокачать дополнительную защиту. Использован он образ капитана Раяна из сериала. А вот теперь давайте-ка добивать врагов. Итак, Лео из мультика наносит удар катанами с разворота без проблем, вырубая человека-гриба. Дальше остальных терминаторов-тараканам попробуем сжечь при помощи огненного торнадо Рафа Дени. И это здорово у него получается. Вот просто чудесно. Переходим ко второй волне. Кто здесь у нас? Гигантские монстры-крысы плюс рыцари. И конечно же стоит позаботиться о безопасности и Дони ролевой прокачивает броню. Плюс дополнительную защиту. Очень даже неплохо. А Острозуб тем временем ударом плеча пытается выбить рыцаря. Есть рыцарь уничтожен. Кроме того, Лео стреляет из бластера, уничтожая очередного врага. Вот кстати, неплохо у него получилось. А Лео из мультика идет в массовую атаку. Бросая катаны вверх, стальным торнадом уничтожает оставшихся врагов. Вот очень даже неплохо. Итак, переходим к третьей волне. И смотрите, друзья, как забавно. У врагов тоже есть Дони ролевой. И у нас. Правда, у нас больше положительных эффектов. Вот видите, даже и броня, и защита, плюс иммунитет. Вот у некоторых героев даже уклонение. Ну что ж, пока давайте-ка пусть Раф видение начнет выжигать врагов попроще. Итак, удалось и уничтожить человека-гриба. Дальше, вот Дони ролевой призывает огромную пиццу, которая подлечивает наш отряд. Просто чудесно. Астерозуб ударом кулака выбивает очередного человека-гриба. А бой, скорее всего, завершит уже Лео космический, призывая фугетоида, который из орбиты просто добивает оставшихся врагов. Скорее всего, просто разбомбив. Отлично. Ну что ж, бой получился довольно-таки зрелищный, неплохой. И наша награда это ДНК крипа. Вот просто чудесно. Итак, четвертый эпизод и следующая команда от наших подписчиков. И это Даня Посиней попросил, Даня, прошу прощения, Даня Посиней попросил, попросил, чтобы я взял для испытаний «Живите долго играть» именно для этого состава Лео Мультиашного. Отлично. Лео Мультик, ты нам нужен. Супер Шреддер, отлично. Вот где ты Супер Шреддер. Вот он. Сплинтер. Вот хороший выбор. Итак, самые яркие герои этой игры. Вот дальше у нас Слэш. Отлично. Итак, Слэш, где ты спрятала себя? Вот он. И еще Эпил Кунаичи. Да, вот, друзья, согласен, самые сильные и самые прикольные и интересные горе. Кроме того, Даня Посиней попросил, чтобы я прокачал «Железную голову». Вот сегодня мы это проделывать не будем. Я прокачиваю только в составах от подписчиков, когда мы идем по турниру. В испытаниях я этого не делаю. Ну что ж, вперед битву. Итак, друзья, сейчас нас встретит босс. Ну а пока давайте-ка прокачаем дополнительную защиту. Благодаря Супер Шреддеру и его мутируемую сердцу, мутагену, удается прокачать дополнительную защиту. Плюс постепенное исцеление на три хода. Вот, отлично. Ну а пока давайте-ка добивать врагов. И левый из мультика ударом с разворота катан выбивает белканоида. А остальных врагов терминаторов, тараканов, мутировавших вот такие вот бабочки. Первого уничтожает сплинтер, оставшегося, надеюсь, добьет слэш. Итак, удар булавой и враг уничтожен. Вот, неплохо. Ну что ж, я думаю, здорово мы прошли первую волну. Переходим ко второй. И сейчас уже нужно использовать способности Эйприл Кунаичи. Вот, при помощи телекинеза наносит очень мощный удар, добивая человека гриба. Супер Шреддер метает свои костяные кунаи. Вот, отлично. Добивая очередного противника, а дальше уже нужно использовать особые способности нашего левого из мультика. Вот, медитирует и усиливает тем самым наш отряд. Просто чудесно. Кроме того, друзья, давайте-ка протестируем вот нашего сплинтера. Бьет по уязвимым точкам, добивая очередного противника. А слэш просто массовой атакой уже уничтожает оставшегося гриба. Вот, здорово. Итак, переходим к третьей волне. Давайте-ка посмотрим, кто, что и нас здесь ожидает. Когда Кожеголов, Раф, Ролевой, Плюс Бакстер, Муха. И в бой включается Эприл Куныичи, просто взлетая вверх и цепными молниями поджаривая врагов, просто выжигая третью волну. Просто супер. Вот, а мы переходим к четвертой волне, где нас ожидает босс. Вот, босс очень похож на Кожеголова, но в броне. Вот, как такой вот монстр-крокодил. Итак, посмотрим, что наши герои сумеют его сделать. Ага, Вредина первым наносит удар, но Супер Шреддер наносит удар в ответ. Ванзай, Костяные Куна и Землю, Шипами из-под земли. Он, шутя, уничтожает и добивает этого босса. Что ж, очень классная команда, классный состав. Благодарю Даня Посинея за этот состав, а мы идем с вами дальше. И да, наша добыча это ДНК Леонарда Ролевого. Просто чудесно. Отлично. Итак, пятый эпизод. Давайте-ка я его возьму и посмотрю, кто дальше из подписчиков оставил свой состав. Отлично. Да, вот еще Даня Посинея, чтобы я просил, чтобы я передал привет. Передаю большущий черепашек привет от наших героев-черепашки-ниндзя-лини-вегенды. А сейчас состав от подписчика черепашки-ниндзя. Вот так прямо и вот нику подписчика. Итак, мой состав Муха. Вот, но я так подозреваю, что он имел в виду Бакстера Муху. Роквелл. Понятно. Доктора Роквелла. Она же обезьянка. Сейчас мы его активируем. Крысиный Король. Это уже интереснее. Дони Мультик и Дони Фильм. Дони Фильм, кстати, где-то был и в конце. Да, вот удалось найти. Дони Мультик у меня в начале. Отлично. И сейчас давайте-ка аккуратненько я поищу Крысиного Короля. Где он мог спрятаться? Вот, не часто его заказывают. Но сегодня вот подписчик с ником черепашки-ниндзя заказал. Отлично. Ну что ж, вперед, друзья. Давайте-ка сразимся и посмотрим. И да, нас встречает целая толпа крыс. Плюс вот один из футов. Начинает бой Бакстер Муха. Вот, метает кислоту в крысу. Отлично. Удалось ее уничтожить. Но о защите нельзя забывать. Доктор Роквард прокачивает дополнительную защиту. Благодаря своему психопозырю. А, вот, не могу удержаться. А Крысиный Король выпускает стаю голодных крыс. Который просто сметает все на своем пути. Вот, просто супер. Итак, без проблем удалось уничтожить первую волну. Переходим ко второй. И давайте-ка посмотрим, что здесь получится. Итак, целая куча терминаторов-тараканов. И я, опять же, не могу сдержаться. Вот, призывает дрон Донни. Вот, из фильма, который накрывает врагов ядовитым облаком. К сожалению, здесь массовыми атаками у этих героев слабенько. Поэтому давайте-ка все же еще дополнительно прокачаем дополнительную защиту. Благодаря Донни из мультика. И начнем выбивать врага понемножку. Итак, влевок кислотой Багстера Мухи. Очередной враг уничтожен. А сейчас мы активируем особую обилку Доктора Рокварда. Метает во врагов кинжалы мечи Кунаи. И без проблем, как видите, сметает и эту волну. Ну, переходим к четвертой, в которой нас ожидает Крысиный Король. Ох, как здорово, друзья, тоже прикольно. У нас Крысиный Король и у врага Крысиный Король. Плюс две черепашки. Вот и ролевика Микки Ролевой и Раф Ролевой. Плюс два рыцаря. Ну, а мы понемножку будем выбивать врагов. И Крысиный Король наносит удар разумом. Добивая очередного врага. Вот, подлечивает наш отряд Бакстер Муха, усиливая его. Отлично. И давайте-ка, друзья, вот попытаемся выбить очередного склета. Дони из фильма наносит удар электрического Бо. А остальных врагов давайте-ка я попросту, попросту, вот попытаюсь заброздать сюрикенами Дони из мультика. Отлично. Метаясь сюрикены, выбивает двоих черепашек. Крысиный Король выживает ненадолго. Вот Доктор Роквелл ударом разума добивает его. И мы ставим точку в этом сражении. Что ж, это было здорово. Это было классно. Отличнейший бой, отличнейшая команда. И мы идем с вами дальше. И да, наша награда это ДНК Рафа Ролевого. Отлично. Переходим, друзья, к шестому эпизоду. И следующий состав от подписчика с ником Ясин Хасханов. Вот. Просил передать привет. Большущий черепаший привет от нашей героевой черепашки Недилигенды. От меня лично, Ясину Хасханову. А сейчас его состав для испытаний «Живите долго, играйчи». Астрозуб и Саблезуб. Вот два героя, которых очень часто заказывают. Ну, как по мне, очень прикольные. Отлично. Вот Астрозуб и Саблезуб. Кроме того, нужен Тигрен и Коготь. Где-то в этом районе он должен быть. Отлично. Бибоп-мультик и Рокстаги-мультик. Вот. Нашел сразу же Рокстаги и Бибопа. Я тоже где-то видел в этом районе. Есть. Ну, что ж. Состав активирован. От подписчика Ясина Хасханова. И давайте-ка посмотрим, как он себя поведет в этом сражении. Отлично. Ну, что ж, друзья. Первым делом удар наносит Саблезуб без проблем, вот, подгрызая Рыцаря. Дальше уже работает Тигрен и Коготь. Вот. Удар мечеты на косточке разбирает Рыцаря. И плюс еще подключается Бибоп из мультика своей клеевой бомбой. Вот. И без проблем удается, вот, расшвырять первую волну. Со второй, чувствую, будет немножко сложнее. Тем не менее, я верю нашим героям. Итак, удар плечом Астрозуба. И Склет просто развален на косточке. Подключаем Рокстаги, который массовой атакой поджаривает Рыцаря Склетов. И без проблем сметает вторую волну. Переходим в третий. И здесь уже, вот, немножко посложнее. По-моему, массовые атаки у нас закончились. Значит, будем бить, чем есть. Удар лунок Саблезуба, вот, уничтожает очередного Рыцаря. Вот, подключаем Бибопа. Лазерами и с поясами он тоже добивает очередного Склета. И да, друзья, я ошибся. У меня еще есть массовая атака Тигриного Когтя. Вот ее я и использую. Вот, отлично. Двоих противников удалось выбить одним ударом. Вот, выживает Склет, ничего страшного. Пусть Острозуб пока отвлечет на себя удар. А Саблезуб ударом хвоста добивает оставшегося Рыцаря. И мы переходим к четвертой волне. Это кто здесь у нас? Вот, черепашки. Ролевики. Лео и Дони. Плюс еще Паукус. Плюс два Рыцаря. Вот, Биба пока танцует, прокачивает себе уклонение. А Морозный, а вот Тигриный Коготь при помощи Морозного Бластера вот пытается добить Рыцаря. Есть. Неплохой удар. Враг уничтожен. Кроме того, Рокстеди пытается тоже забодать очередного Рыцаря. Неплохо. Вот, ну и пора, время справляться с врагами. Итак, удар кулака Острозуба отправляет Паукуса на перерождение. А Саблезуб пытается справиться с Лео Ролевым. Не получилось. Тем не менее, вот Тигриный Коготь зацарапал Лео Ролевого и остался только Дони. Вот. И точку ставим Биба мультяшный. Уже добивая очередную черепашку. Получаем победу на три звездочки. Ну и я считаю, друзья, очень даже неплохой результат. Вот наша награда это ДНК Микеланджело Ролевого, что, конечно же, здорово радует. А мы переходим к седьмому эпизоду. Вот. Враги становятся все сильнее. Тем не менее, мне кажется, бои становятся все интереснее. Итак, друзья, следующая команда у нас от подписчика с ником Павел Жуков. Вот. Попросил он, чтобы я взял Бакстера. Ну, я так подозреваю Бакстера Стокмана. Вот Крис. Не уточнял, какой Крис. Ну, вот Крис Брэд по фарт, скорее всего. Вот. Плюс ягчок Севермонтес. Вот Саблезуб и Астрозуб. Ага. Ну, что-то сегодня очень часто заказывали. Астрозуба и Саблезуба. Ну, тем не менее, вот такая вот просьба от подписчика. И, конечно же, я иду навстречу. Отлично, вперед. Давайте-ка сразимся и посмотрим, насколько хороша будет эта команда. Итак, Саблезуб ударом хвоста добивает рыцаря. Кроме того, вот давайте-ка прокачаем нашу дополнительную защиту. Благодаря особой способности Криса Брэдфорда. Вот, кроме того, Ксевермонтес может налаживать на врагов негативные эффекты дебафа. Дебафы, уменьшая защиту. Вот просто чудесно. Ударом кулака Астрозуб добивает очередного рыцаря. Но, а массовые атаки я, друзья, прокат приберегу Бакстера Стокмана. Лучше добьем этого врага ракетой. А вот уже на вторую. Причем здесь пять волн. Ничего себе. Вот для этого я и приберегу. Вот, отлично. Ну, что ж, Саблезуб. Сайт очередного рыцаря. И, как видите, неудачно враг выживает. Вот, надеюсь, что у Ксевермонтеса будут лучше проходить удары. Да, вот видите, без проблем уничтожает очередного врага. Кроме того, давайте-ка усилию атаку нашего отряда. Благодаря Крису Брэдфорду. И начнем добивать уже оставшихся врагов. Удар плеча Острозуба и склет разобран на косточке. Опять же, друзья, массовые атаки я пока еще приберегу. Потому что противник дальше, мне кажется, пойдет посильнее. Вот, а у нас из массовых вот атаки только бросает Бакстер Стокман. У остальных вот героев нету массовых атак. Итак, Ксевермонтес ставит точку в этой волне при помощи своих ножей. А мы переходим к третьей волне. Итак, целая куча склетов. Пусть пока Острозуб привлечет внимание к себе. Крис Брэдфорг попытается выбить первого из склетов рыцаря. Это неплохо у него получается. И да, вот пришло уже время и Бакстера Стокмана. И он выпускает маусеров, которые взрываются, подрывают склетов, уничтожают, сметают. И мы переходим к очередной волне. Ого-го-го. Итак, друзья, добрались до четвертой волны, где нас встречают черепашки-ролевики. Вот, вижу и Микки, и Дони, и Лео, и Рафа. Вот, по Рафу увеличен урон. Вы видите зеленый треугольник. Поэтому, надеюсь, удар Острозуба неплохо пройдет. Вот, прошел неплохо, но Лео, как видите, выжил. Вот, кроме того, надо добивать Дони. У него есть возможность подлечивать, но, как видите, тот выжил. Ненадолго. Удар Острозуба не достиг цели, но, тем не менее, пришло время Бакстера Стокмана, и он выпускает ударную волну. Удар. Две черепашки поражены. У остальных появились негативные эффекты. Это постепенный урон, что, конечно же, здорово радует. Тем не менее, удар хвоста Острозуба тавит точку. И мы переходим к пятой волне, где нас ожидает босс. Итак, где же этот босс? Кожеголов с кучей сокровища. И в броне. Ох, ничего себе, как здорово светит. Отлично. Ну, а мы пока попытаемся с ним справиться. Так, Крис Брэдфорд наносит довольно-таки серьезный удар. Враг выживает. Удар кулака Острозуба снимает часть здоровья. И, возможно, точку поставит к север. Не сумел. Не сумел. Враг выживает. Даже контратакует. Тем не менее, точку поставит Бакстер Стокман. Удар робоперчатки. И вражеский кожеголов уничтожен. И наши герои захватили груды сокровищ. Победа на 3 звездочки. Ох, что ж, очень даже неплохой результат. И наша награда это ДНК Донателла Ролевого. Вот просто супер. Что ж, друзья, вот мы дошли до последнего финального эпизода. И я беру следующую команду от наших подписчиков. Это подписчик с ником Али Бегимов. Вот попросил Али Бегимов, чтобы я взял состав Лео Ведения. Кстати, хороший выбор. Вот, отлично. Бакстер Стокман. Ага, даже вот так. Кролики. Отлично. Итак, друзья, пошли герои с двумя массовыми способностями. Раф Ведения. Да, 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 друзья. И так, это пошли герои с двумя массовыми атаками. Это будет круто. Это будет здорово. Вот специально я не брал. Вот кто посмотрит от вчерашнего видео состава от подписчиков. Вот, и отфильтрует от самых первых. Я все брал именно строго по очереди. И так, вот и как раз для финального эпизода появился вот такой классный состав от подписчика с ником Али Бегимов. Лео Ведения, Бакстер Стокман, Кролики, Раф Ведения и Иван Стиранко. Вот, просто супер. Ну что ж, это будет крутой эпический бой. Вот, и будем вот сразу же врага штормить массовыми атаками. Хотя, вначале давайте-ка я увеличу скорость нашего отряда, чтобы наши герои двигались побыстрее. А вот сейчас и начнем атаку. Итак, ролики, трансформируясь в плазменную остановку, наносят удар лазерным лучом. Вот, снимая большую часть здоровья, враг выживает, но ненадолго. Вот, огненный рощерк Рафа Ведения и первая, вот, волна выжжена. Вот, кстати, получилось круто. Вот, без проблем удару лось выжечь первую волну. Со второй попытаемся тоже сделать и я использую ударную волну Бакстера Стокмана. Отлично. Опять же, снимая часть здоровья, враг выживает ненадолго. Вот, любимая атака Ивана Стиранка и смотрите, как здорово он из пулемета вот добивает вторую волну. Это было круто. Это было круто. Переходим к третьей волне. Целая куча склетов и для этого уже используем массовую атаку Лео Ведения. Град стрел. Вот, очень много нанесли урона, но, как видите, враг выживает ненадолго. Да, кролики трансформируются в огромного робота, который наносит сокрушительный удар, сметая все на своем пути. Взрыв, удар и просто черепы, вот, склеты, разобранные на черепки, на косточки, разлетелись. Переходим к четвертой волне и вот пришло время Рафа Ведения и его особой атаки огненного торнадо. Итак, смотрите, сколько наносит урона этой огненной атака. Снимает большую часть здоровья черепашек, плюс добивающий удар наносит еще Бакстер Стокман. Взрыв, удар и черепашки семи тены. А мы переходим к пятому волне, вот, к последнему боссу этого испытания, этому кожеголову броне, который довольно-таки крутого и высокого уровня. Итак, чья же очередь? И да, стиранка и его гранатомет. Вот, опять же, один из моих любимейших ударов. Взрыв, удар, вот, слабенько. Все-таки, вот, силен, силен этот кожеголов. Возможно, взрыв, взрывной тыквы левого ведения приносит больше урона. Ну, вот, видите, силен, силен противник. Два мощных удара. Вот, и где-то третью часть здоровья мы сняли. Но, возможно, добавят кролики. Трансформируясь в колесо, они наносят очень мощный удар, снимая, опять же, часть здоровья. Но, как видите, кожеголов выживает. Отлично. Продолжаем атаковать. Огненная атака рафа ведения снимает еще часть здоровья. Но враг приходит в ярость. И уже он атакует огненной волной. Тем не менее, надеюсь, точку поставит Бакстер Стокман. Вот, стреляя из ракет. Есть. Взрыв, удар. Вражеский кожеголов уничтожен. И мы получаем. И мы побеждаем. Просто, просто великолепно. Причем побеждаем, вот, на три звездочки. Вот, отличнейший бой. И наша награда, это ДНК кожеголова. Вот, кстати, здорово получилось. Победили монстра кожеголова и получили награду ДНК кожеголова. Ну, а сегодня я на этом, друзья, с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого прокачивать в следующем видео. И чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.